Илона Маркарова Документальный спектакль о народовольцах «Жизнь за царя», где играет Илона Маркарова, получила российскую национальную премию «Золотая маска». Гости Международного молодежного форума «МартКонтакт». Здравствуйте. Добрый день, Илона. Добрый день. Наш театр занимается как раз именно такой просветительской частью, нишей театральной. И, безусловно, она направлена на молодежь, которая в силу времени, обстоятельств, многого не знает в истории нашей страны. То, чего забывать, конечно же, нельзя, потому что это наши корни, наши основы. И хотелось бы, чтобы они про это знали. Безусловно, это наша трактовка, но у них есть возможность дальше еще самим узнать что-то, что они не добрали в процессе просмотра спектакля. Когда мы работали на спектакле, мы, безусловно, отобрали материал и стали думать о том, где это все происходит. И оттолкнулись от воспоминаний одной из членов партии «Народная воля», которая описывала вечеринку по случаю наступления 1881 года, который, как они все понимали, должен был стать решающим в жизни партии и стал решающим. И она описывает то, как они праздновали этот Новый год, танцевали, сняв туфли в шерстяных носках. Гесси Гельфман наигрывала на гребенке, а она смотрела на всех и думала о том, кто же выживет. Вот единственное, что она не думала про женщин, потому что женщин тогда не казнили, и первой, как мы знаем, женщиной была Софья Перовская, которую повесили, а до этого это не практиковалось. И мы решили вот эти предлагаемые обстоятельства и взять как предлагаемые обстоятельства для нашего спектакля. А дальше мы стали думать, что это смешно делать квартиру в театре, когда можно сделать наоборот. Конспиративную квартиру в квартире. Благо у нас в Петербурге очень много потрясающих таких мест, которые находятся в центре города, где вот это все и происходило. С этой целью я и стрелял в генерал-адъютанта ТРНТ на 13 марта сего года. И всех богатых мапши. Я на своей участи нисколько не горю. Совершенно спокойно встречаю ее. Как мы могут не зацепить люди, которые хотели по-настоящему что-то сделать для своей страны. И не просто, как это подается очень часто, вот была выставка, посвященная Дому Романовых в Петербурге. Я на нее сходила и увидела там большой стенд, на котором было написано, он был посвящен народовольцам. И там было написано, на родовольце поставили целью убийства царя Александра II. Но это очень ложная информация, потому что, безусловно, это была не цель, это были последствия. Их целью, конечно же, была работа в народе и что они делали. То есть это все образованные люди, которые специально осваивали прикладные профессии для того, чтобы иметь возможность применить, работать. То есть стать врачами, инженерами, агрономами, техниками. И покинув свои, в общем, комфортные жизни в городе, они приезжали в деревню, где, конечно же, сталкивались с ужасными условиями и жили в этих ужасных условиях. Да, я задаюсь этим вопросом. Я понимаю, что, конечно же, я не народоволец, но я, безусловно, бы очень этого хотела. Но в какой-то степени мы этим занимаемся, потому что у нас независимый театр, и мы делаем это не для денег и не для того, чтобы прославиться. Мы играем в маленьких пространствах. Ну, так сложилось, что мы получили золотую маску, но это, я не знаю, мне кажется, это не показатель. Мы играли спектакль в полуподвальном помещении, получили золотую маску, вернулись же в это же полуподвальное помещение и продолжаем там играть. У нас как раз 20 марта была премьера спектакля по документам 17 века. Слово и дело спектакль мы сделали, и это, в общем-то, гораздо больше промежуток времени до наших дней, и ничего не поменялось. То есть мы видим эти безусловные параллели. Человек всегда есть человек со своими слабостями и пороками, ошибками. И есть прекрасные люди, неизгибаемые, которых не может сломить ничего, и которые не боятся смерти, потому что понимают, что у них есть что-то, ради чего они живут. И это важнее страха. Не всегда эти люди бывают положительными при этом. Среди таких людей бывают и великие негодяи. Но это не может не поражать даже в случае негодяев, потому что действительно что-то движет людьми, какая-то высокая цель. Не просто их интересует их какие-то низменные, какие-то обычные, примитивные жизненные инстинкты. Еще пока, на что я не нашла еще ответ, это то, как люди моментально группируются против одной национальности. В общем, быстро группируются против другой и агрессивно себя, ну, то есть и дальше уже просто начинают убивать, резать, выгонять и так далее. Вот это мне кажется ужасным. И еще ужаснее то, когда это делают даже в бытовом, в речи, это делают мои близкие люди, я сами не замечаю этого. Они выделяют какие-то национальности и человека характеризуют, ну, например, могут позволить себе сказать, ну, ты понимаешь, он еврей. И что? И это меня коробит. Я выросла в очень националистической республике, где было много национальностей. И в какой-то момент это стало невозможным быть другой национальности. Там, а я была вот не той национальности. Я знаю, как это тяжело, когда тебе дают понять, что ты человек второго сорта. Это не так, ну, давайте, цыгане, пляшите нам. Это совместная работа, потому что зритель, ну, он тоже участвует в этом. И это его работа тоже. Он должен это понимать, когда он приходит. Были на спектакле в рамках фестиваля «Март Контакт». Очень хороший спектакль, «Шинель» прекрасный, очень нам понравился. Ну, вот зрители нас очень расстроили, безусловно, потому что спектакль очень нравился зрителям. Его хорошо принимали, но в какой-то момент, например, какая-то большая группа зрителей решила уйти. Потому что то ли пальто нужно было в гардеробе забрать, то ли успеть на следующий спектакль. И это было отвратительно. Я просто сидела и думала, как я понимаю актеров, как это тяжело. Они понимают, что, скорее всего, эти люди сейчас бегут куда-то, но их это не оправдывает. Это очень тяжело, когда ты на сцене, и ты общаешься тем более с залом. У них нет четвертой стены в спектакле. И вдруг ты видишь, как 20 человек вот так, ну, по понятным причинам, выходят. Вот это не идеальный зритель. Сложно очень. Это очень легко. Прям очень. Нужна сила воли. Нужно очень хотеть быть актрисой. И для меня важно не участвовать в дрязгах. Это очень сопровождает нашу профессию. Причем соперничество не профессиональное, а бытовое. Ну, это просто как в любой профессии. Просто очень этого сильно хотеть. А вот как стать балериной, так это же вообще, наверное, невозможно. Становятся же. Просто очень сильно хотят этого. Им есть что. Они что-то несут. Им нужно это каким-то образом выплеснуть из себя. Не знаю, мне кажется, что это не имеет никакого значения. В театральном институте говорили, что и что. Но в нас в мире любят таких достаточно неприметных типажей. Такие, чтобы они могли... Не знаю, чтобы что они могли. Ну, чтобы они были неприметные. Кажется, что вот есть такой стереотип, что вот очень некрасивая женщина вдруг выйдет на сцену и так заиграет. И это будет круто. А красивая выйдет на сцену и выяснится, что она полный ноль. Есть такой момент, конечно, да, когда сразу же, ты думаешь, человек внешне привлекает внимание, и он дальше должен это наполнить, да. И наоборот, не ждешь ничего. И вдруг, ну, надо же, что-то может. Не знаю, мне кажется, что это как-то важно. Мне очень нравится Петербург. Это потрясающий город. И, по-моему, каждый день я и мои друзья, вот если мы куда-то выходим, мы всегда говорим, какой у нас город. Он очень красивый, прекрасный. И люди хорошие. Ну, то есть, я не знаю, мне нравится. Хотя, вот, опять же, я недавно разговаривала с одной своей близкой подругой. И она мне говорит, серый город, это ужасное небо, это тяжело, слякоть, люди злые. И, слушай, я по ощущению, что мы живем в разных городах. Ну, я вот, я живу в прекрасном месте, и у нас там, не знаю, как это, маленькая деревня. То есть, меня знают все продавцы, мы со всеми дружим, разговариваем. И огромное тепло идет от людей, просто потому что мы видимся там каждый день, когда я покупаю хлеб там или что-то еще. Это очень делает город во многом, конечно, люди, которые там живут. А я знаю как раз, что наоборот, когда наступает кризис, то люди, наоборот, тянутся к искусству, к театру. И еще есть такое же мнение, что художник должен быть голодным. И что только тогда рождаются какие-то действительно интересные произведения, когда человек чувствует, ну, как сказать, когда вот эти земные радости, они немножко отходят на второй план. По любой причине, даже если просто недоступны по финансовому причине. Честно вам скажу, вот это воспитание кавказское мое, не принято говорить о деньгах, никогда не принято жаловаться и обсуждать вот эти вопросы. Человек скорее, не знаю, помрет, но не признается, что у него нет денег, или он не может тебя угостить, а он, ну, как бы, естественно, должен. Все друг друга угощают. Это вечный спор. Такой синдром, я говорю, грузинской маршрутки, когда встречаются две соседки случайной маршрутки, они всю дорогу ругаются, кто за кого заплатит. И вот он начинает, я тебя больше не знаю, если ты за меня сейчас заплатишь. Все, не здоровайся со мной. Ну, я, например, увидела собор в Риме с папой Петра и Павла, и поняла, что это великая красота. Я маленькая песчинка. Ну, природа, конечно же, это великая красота, и я понимаю, что я очень ее боюсь, и чувствую ее отчужденность. Поэтому я не очень люблю природу, но не признать, что она великая красота, я не могу. Вот сейчас это Вера Николаевна Фигнер. Она, эта женщина у меня, несмотря на то, что спектакль уже выпущен, ему уже два года. Это, безусловно, Вера Николаевна Фигнер, это человек, которым я восхищаюсь. Почему? Расскажите. Здесь великая красота. Ну, это женщина, человек, который звучит гордо, который с большой буквы. Ну, для меня это театр, для кого-то это что-то другое. Но самое главное, чтобы человек не проклинил свою работу и вообще не считал ее работой. Это было бы дело твое. То, что не ради денег, не ради славы, а твое дело. Вот это, кстати, у Веры Николаевны Фигнер, это вот как раз есть главная составляющая ее жизни – дело. Мужчиной. 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 Не знаю, так просто хотелось быть мужчиной. Интересно посмотреть, как это – быть мужчиной. Ну, все-таки мы живем достаточно на таком обществе, в котором все-таки женщина – это немножко как бы в услугу мужчине. Есть такой момент. Ну, интересно было бы быть, побыть мужчиной. Я желаю для всех ценителей театра, чтобы нам всем посчастливилось увидеть спектакли, от которых меняется наша жизнь, и меняется пространство, в котором мы их… ну, вот в нашей жизни что-то раздвигается, и открываются какие-то космические просторы. Вот такого желаю для любителей театра. Чтобы не надо было уже ничего там оценивать, и не до чего, а просто ты улетаешь куда-то, и потом носишь в себе этот полет. Хорошо сказал? Вот.